Но, Арсиера... Да-да! Убийца! Правда? Что вы говорите? Меня хватит! Больше так продолжаться не может! Все узнают, как вы опасны! Все узнают! Самая большая опасность это вы и ваш змеиный язык! И я больше не собираюсь выслушивать эти безумные тираны! Оставьте меня! Не прикасайтесь! Эта женщина больна! Она сама не знает, что говорит! Несет какой-то бред! Поверь мне, юноша, поверь! Перед тобой убийца! А моя внучка умирает в больнице, потому что он хотел прикончить ее! Поверь мне! Арсиера! Не слушай эту чушь! Я добиваюсь правды! Хочу знать, что с ней произошло! Посмотрите на меня! Хватит! Оставьте меня в покое! Вы дали ей яд! Какой? Хватит! Панчо, уйди! Хватит! Уйди, уйди! Нет, Арсиера, я не уйду, пока не узнаю, кто говорит правду! Я говорю правду! Замолчите, наконец! А ты, Панчо, иди, иди, ты пожалеешь! Пожалею? Ты и меня хочешь убить? Не боясничай! Я уволю тебя из компании! Или ты забыл, что работаешь на меня? Чего ты ждешь? Вон! Можете узнать, откуда все эти глупости? Панаты! Это не глупости! Я не сомневаюсь, что вы убили отца Севинки, а теперь хотите убить и ее! Не сомневаюсь! Можете убить ее! Наши слава! Я не сомневаюсь! Можете убить ее! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не потерплю больше вашего присутствия в моем офисе Послушайте Вы ошибаетесь, если считаете, что можно обесчестить меня таким образом Каков мерзавец Мало того, что он убийца, так еще и прикидывается святошей Вы ошибаетесь, если считаете, что я позволю продолжать в том же духе Речь идет о моей внучке Из-за нее я готова умереть Я ничего не сказала по поводу сына Хильды Но теперь вы зашли слишком далеко Почему же вы тогда не заявили на меня, если я убил Рубена? Потому что хотела извлечь из этого выгоду Его уже все равно не воскресить А от вас я могла бы добиться многого для своих внуков Но я ошиблась И теперь Сивинка находится на краю гибели Это все ваши домыслы, синьора Но они верны Или вы это отрицаете? Конечно, отрицаю И мы сейчас же поедем к доктору Что с вами? Не хотите быть посмешищем? Я подумал, что... Подумали, что? Ничего Ничего, доктор Очень скоро Палома научится управлять этим креслом А сейчас ей требуется Помощь Что такое, Хулиан? Не вижу радости по поводу выздоровления Паломы Напротив, доктор Я счастлив Очень счастлив Я рад, что тебе лучше, Палома Уверен, что ты Сумеешь победить болезнь Это сегодня все будет хорошо Борись Борись, пожалуйста Я сделала кофе Тебе налить? Панчо, ты меня слышишь? Хочешь кофе? Нет, нет Что-то случилось? Нет Да Что? Да, хорошо Я ему передам До свидания Звонила секретаря Такой, как раньше Не знаю Надо подождать Как это не знаете? Вы же врач Да, врач Но я здесь на земле А Бог там на небе Ему виднее Спасибо Гулиан Нам надо поговорить Извините меня, доктор Да, да Что такое? Я пришел с тобой Прошу прощения, доктор Эти цветы для вас Испугались? Я так ужасен Наоборот Спасибо Я букетин Он красивый А я думал, что Что это значит? Что? Минутку, не надо вмешиваться Послушайте о видео Вы плохо играли Вам показали красную карточку И удалили с поля А я сидел на скамейке запасных И теперь моя очередь Знаете, о чем я? Да? Кто будет удален, так это вы Стоит лишь влепить вам апрю Отдайте их цветы Я поставлю их в базу На могилу Отдайте, это мои цветы Я принес их мими Нет, вы их не получите Отдайте цветы Отпусти меня Сейчас же Что ты делаешь? Пойдемте со мной Сюда Кровать Здесь нам никто не помешает Мерзавец, что тебе от меня надо? Все Нужно все Ты сошел с ума Я, между прочим, порядочная женщина И я ухожу Нет, сначала вы ответьте мне Значит, Арсиера убийца Я, между прочим, порядочная женщина 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 Да Я не обязана отвечать Нет, обязаны на все вопросы Разреши мне пройти Нет Ты не имеешь на это права Отойди По закону у меня есть все права Если то, что вы сказали о Арсиере, правда То вы соучастница Я кто? Когда один человек знает что второй убийца и скрывает это он превращается в соучастника теперь вы поняли вот что значит недомолвки конечно же арсиера не убийца а я не соучастница все это из-за одной глупости которую сказала мими ах уж это мими все кухарки одинаковые не уйдите мне я прекрасно слышал как вы сказали арсиера убийца отпусти идите-ка сюда я ошиблась это точно ошиблась отпусти меня отпусти и запомни мужчина пристающий к женщине нынче оказывается в тюрьме так что не смей ко мне прикасаться не смей и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это я сказала? Да, по словам Митры А что вам сказала цыганка? Что ты называла Арсиера убийцей Нет, нет, я никогда такого не говорила Подожди, Мими Да что же, я должен за всеми бегать? Я ничего не говорила, не трогайте меня Что такое? Там паук, паук Наверное, очень маленький, потому что я его не вижу Я принесу вам лупу, я сейчас схожу за ней Сначала ты расскажешь мне Отпустите меня, будьте человеком Нет, расскажи, что ты слышала Как? Как? Что с тобой? Скажи, что ты слышала, Мими Кто это говорит? Я глухая, я ничего не слышу, абсолютно ничего Мими, это важно Пожалуйста Сень, ты садитесь Мими Мими Извините, сеньора Что случилось, обидел? Вас хочет видеть сеньора Франциско Я не знаю никакого Франциско А сеньора Франциско, это сеньор Панчо, сеньора Ну да Я не хочу его видеть Пусть уходит Найдите какой-нибудь предлог Но, сеньора Закройте дверь с той стороны Хорошо, сеньора С вашего позволения Хватит Ради бога Перестаньте звонить Оставьте меня в покое Это неправда Неправда Это неправда Мне наплевать, что она не в духе Скажите, что я не уйду отсюда, пока не поговорю с ней Если она не спустится, я поднимусь Успокойтесь, сеньор Поймите Она в положении Это нужно понять А видео, пожалуйста, понять ее Лучше идите к ней и передайте мои слова Хорошо Я передам то, что вы сказали Прекрасно Со всеми точками и запятыми Подождите Извини, я сегодня что-то не в себе И не совсем понял Ведь Спит у тебя, а не у Адриана Да? Обо мне ты знаешь, Хрюан О твоем брате, видимо, нет Не понимаю, Стива, о чем ты говоришь Я говорю об Адриану, о твоем брате Это я уже понял Но что с ним? Что-что? А то, что твой брат Спал с Дорой и Висконти Адриана спал Да, с твоей тещей И к тому же не предохранялся Как это, не предохранялся? Поэтому и вынужден был тоже сдать анализы И какими были результаты? Вот в этом-то и проблема Когда я спросил об этом Он очень быстро ушел Он так и не ответил? Он ушел После моего вопроса он ушел Но в его глазах было что-то такое, Хрюан Что мне не понравилось Скажи мне, ради Бога, что ты видел? Он был напуган Очень напуган Думаю, что твой брат болен, Хрюан Это значит, что У Адриана Спит? У Адриана Тонта, пубра и тонта Тонта, пубра и тонта Нурма, есть о чем, но ты не хочешь? Можно? Нет Ради этого ты хотел видеть меня? Нет Тогда давай о деле О чем ты хотел поговорить? Скажи мне правду, Нурма Ты пыталась убить свою сестру? Что ж, итак Ты говорил с ней? Да И что она тебе сказала? Что да А какой еще ответ ты ожидал? Правда? Ты ее убедил? Конечно Думаю, что ты все еще плохо меня знаешь Твой друг способен убедить, кого хочешь Даже самого упрямого Послушай, я могу задать тебе один нескромный вопрос? Да Ты влюблен в нее? Не знаю, не знаю Она должна быть рядом, чтобы я мог лучше узнать ее И это получится, если мы будем вместе Тебе ничего не нужно узнавать Ты уже давно все прекрасно знаешь Ваш кофе Спасибо, Вильям Сахар? Нет, спасибо С вашего позволения Я разговаривал с арсиером у него в офисе И вдруг пошла цыганка, она страшно кричала И называла его убийцей Дмитра так сказала? Да Она обвинила его в покушении на полому И сказала, что из-за него внучка находится в больнице при смерти И арсиеру? Арсиеру? Он что, не ответил? Не знаю Он выгнал меня из офиса И они продолжали спорить Значит, Дмитра знает Что? Я о том... Откуда об этом узнала Дмитра? Сейчас расскажу Я не дал цыганке выйти из издательства И мы поговорили с ней в агентстве После того, что я услышал Мне хотелось, чтобы она разъяснила, что происходит Покороче, Панчо Она сказала, что Мими что-то слышала Мими? Да И поэтому я хотел поговорить Ты имеешь к этому отношение? Нет Конечно, нет Я ничего не сделала сестре Я не пыталась ее отравить Что? По-моему, отравили? Он решительно Отверг мое предположение Это нормально Парсиеру не признает так просто свою вину Или ты думаешь Он упадет на колени И будет умолять о раскаянии? Нет Нет Этот человек никто иной Как посланец дьявола Не знаю, Хильда Не знаю Как это не знаешь? Ты случайно не влюбилась в него? Нет Ну, как такое может прийти в голову? Лучше я влюблюсь в первого встречного, чем в этого негодяя А сколько ты сомневаешься? Дело в том Что он так уверенно отрицал свою вину Кроме того, он хотел попросить врача зайти к нам и поговорить Вообще-то, даже не знаю, что и думать Если не хочешь раскаяться По-прежнему думай о нем плохо Думай плохо Дурачок Какой же вы дурачок Ну, просто дурачок Но почему вы оскорбляете меня? Потому что вы думаете, что я не хочу замуж Кто это сказал, что я не хочу замуж? Ну что ж, тогда все остается так, как было Конечно Если только вы не передумали Нет Нет, никогда В своей жизни я часто менял решения Но это останется неизменным Не сейчас Пусть печатают приглашение С той датой, о которой мы говорили Нет Как нет? Я не говорила этого Разве? Тогда что же? Я не могу сейчас выйти замуж Надо подождать, пока поправится полома А если она не поправится? Почему вы так говорите? Что вы имеете в виду? Ну, не дай бог, конечно Но если полома умрет Что делать? Если она умрет, я не смогу выйти замуж Что это будет за невеста в трауре? А чем ты думаешь, Митра? Пытаюсь все поставить на свои места Как в головоломке Складываю из частичек Одна отсюда Другая оттуда Лучше оставь все это Давай помолимся Нет, 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 подожди Должно быть Севинка Разгадала Может быть, ты объяснишь А то я ничего не понимаю Что разгадала полома? Ильда Кто еще был на корабле Когда с Севинкой все это случилось? Дора и Арсиера Что за тайны? Почему мы не могли поговорить в издательстве? Потому что я хотел поговорить здесь Без свидетелей Понял О чем ты хотел поговорить? Да я не буду говорить Говорить будешь ты И расскажешь мне, что с тобой происходит Со мной? Что такое со мной происходит? Адриано, пожалуйста, не валяй дурака Я хочу знать, что с тобой происходит Что ты делаешь? Смотрю Не забыл или что-нибудь Ты не думаешь возвращаться? Нет В ближайшее время точно А там посмотрим Все правильно Ты должна уделить как можно больше времени самой себе Нет, дело не в этом Я уезжаю Вернее, мы уезжаем Не понимаю Адриано Адриано еще не сказал Но завтра Мы поговорим с Хулианом А не поспешно или это решение? Куда вы едете? Кордобу Адриано предложили работу в одной из клиник И я еду вместе с ним Мне станет легче, если я забуду некоторые вещи И некоторых людей Корина Корина Например, меня? Например, тебя Да-да Ты хотел знать, и я тебе рассказываю Бог ты мой Женщины невыносимы Они не умеют держать язык за зубами О каких женщинах ты говоришь? О твоей сестре, о ком же еще? О Карине? Нет, нет Карина мне ничего не говорила Она должна была сказать первой Но я не хочу ждать Скажи мне, ты, Адриано, что происходит? Хулиан, можно узнать? Что с тобой такое? Ты не можешь уехать Правда? А почему нет? Адриано Если ты болен спидом Ты не можешь никуда ехать Я очень благодарен вам за то, что вы пришли, доктор Ваше присутствие здесь необходимо, чтобы решить одно семейное дело Я в полном вашем распоряжении Приветствую вас, Хильда, как дела? Добрый вечер, Херман Здравствуйте, сеньора Здравствуйте Садитесь, доктор Что-нибудь выпьете? Нет Не садитесь, Херман Это не место для разговоров Лучше Пройдемте в библиотеку Верно, доктор Дамо права Она хочет придать нашему разговору Мистический оттенок К тому же все преступления Раскрываются в библиотеке А если хотите Могу пригласить и управляющего Он внесет свой колорит В таинственную историю Ты что, с ума сошел? Я когда-нибудь говорил тебе, что ты болен? Нет Но ты дал мне это понять Ах, вот как Ты ничего не сказал, но быстро ушел А кто молчит, тот что-то скрывает Прекрасно Ты все вычислил, цыган Замечательно Ты все это вдумал в своей безмозглой башке И побежал на поиски моего брата Глупец Я не болен спидом Это понятно, не болен Не болен Начинайте, доктор Пожалуйста Объясните дамам Как я убил Палому Подробно Не упустите ничего Сеньора настаивают на том Что я отравил ее Жду вашего подтверждения Херман Ведь мы правы Говорите все и сразу, хорошо? Не спешите Для начала Палома Жива Так что никто не хотел убивать ее И никто не собирался никого травить Даже не представляю, откуда берутся подобные глупости Из больного воображения Поскольку им абсолютно нечем заняться Они теперь начали разыгрывать из себя сыщиков Позвольте представить вам Сеньориту Марту И сеньору Агату Кристи Спокойствие Осталось немного Херман делает все возможное, чтобы ты вернулась домой Я ухожу До завтра Спокойной ночи До завтра, Хавьер Да Я хотела задать тебе один вопрос Спрашивай Я справляюсь с ролью больной То есть, как это выглядит? Ну, я сижу, глядя в одну точку Делаю вид, что ничего не понимаю Не разговариваю, почти не двигаюсь И что за симптомы? Понятия не имею Херман сказал делать так В твоей семье есть доктора? Нет Тогда тебе повезло Никто ничего не поймет Не волнуйся Извини за настойчивость Но зачем тебе все это, Палома? Мне нужно еще доказательства Я должна посадить в тюрьму Одного человека, который Однажды уже убил меня Что? Не обращай на меня внимания Я не сошла с ума Меня пытались убить Теперь уже дважды В общем, как говорится Я заткнул им рот Хотела бы я посмотреть На выражение лиц этих двух ведений Сказать, что они удивились Значит, ничего не сказать Они себя мнили Батсоном И Шерлоком Холмсом Кстати, было похоже Что этот врач подыгрывал нам Во всем Я забыла вот это Спасибо, дорогая Простите Человек, давший яд, сказал, что никто ничего не заподозрит Бедный Хоакин Он должен был умереть Такой прекрасный день Какой прекрасный день Чудесный, просто замечательный Не так ли? По прогнозу ожидается дождь Дождь, сегодня будет дождь Я открою, Мими, проходите Пожалуйста Спасибо И поскольку Я не убивал Палом Придется убить этих двух старух Потому что уже нет никакой возможности выносить их Я закрою окно, ведь пойдет дождь Будет дождь? Тогда я пошел, чтобы не промокнуть Я с тобой, дорогой Что, ты с Паломой? Нет, нет, нет Дело не в этом Не в этом Что же случилось? Сеньор Афсиер убьет вас, если вы так и будете стоять Он сказал, что убьет вас Потому что терпеть вас не может Хорошо, Мими, можешь идти Ты свободна Иди, иди Вы понимаете, что я был прав? С этой дурочкой вечно одно и то же Забавно Что она считает меня убийцей Только вы несколько перестарались В одном месте В каком? Про старух Это было лишнее Сюда? Да, сюда Саша, Усума Палому нельзя сюда привозить Она больна Ей требуется много внимания А также здесь будет медсестра Чтобы Пепе не пришлось беспокоиться Хорошо А можно узнать, где она будет спать? Марта, пожалуйста У Вивианы большая комната Мы поставим туда еще одну кровать А твоя дочь в курсе? Сейчас я и скажу Да, разрешите? Доброе утро Можно узнать, кто вы? Я Селения Дипломированная медсестра по образованию Входи Что ты хотел? Садись Я лучше постою, спасибо Как хочешь Давай поскорее Хочу навестить свою сестру в больнице Хорошо В нескольких словах Все кончено Мое терпение лопнуло Я тебя не понимаю Не понимаешь? Так вот Панчо сует свой нос повсюду Слишком много людей замешано в этой истории И я не намерен терпеть подобное Поскольку ты несколько глуповата Повторяю еще раз то Что тебе уже известно Речь идет не о жизни, а о смерти Твоя сестра уже почти в могиле И следующей будешь ты Я ничего не сделала Что такое? Ты дрожишь? Мы убьем тебя, Норма Нет Вы не можете Не можете Мы же так сможем Ведь это так просто Садитесь Нет, нет, я постою Доктор сейчас придет Я приготовлю кофе И попрошу, чтобы его известили о вашем приходе Хорошо Вы уверены, что вам было назначено? Да, уверен Это понятно, не так ли, Селения? Вы не должны оставлять Палому ни на минуту Поэтому вы тоже переедете ко мне Все это делается для того, чтобы сохранить нашу тайну На самом деле Палома здорова Герман, что вы делаете? Разве... Успокойся, душа моя Я тоже не медсестра Что? Я ничего не понимаю Что это значит? Извините, Херман, надо поговорить Извините, я на минутку Да, доктор Ты хотела знать, голубка, кто я такая? Нет, слушай Этот спектакль с болезнью Палома будет продолжаться Любой ценой А ты подумал, что за спектакль, доктор? Герман, хороший Скажем, мотоakk למ�ать